Подряд уходят ветераны, им обдувает ветер раны, их ордена лежат забыты, а имена горят сильней. А может это все логично, но очень больно, если лично. Ты с этим связан был и даже не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось, но уж который день победы мы отмечаем без него. Все, кто не пришел с войны, кто ушел вслед за товарищами в послевоенные годы, снова в строю. Акция «Бессмертный полк» проходит в эти дни по всей России. Присоединилась к ней и Чувашия. Ранним утром в День Победы новочебоксарцы поспешили к месту сбора «Бессмертного полка». Мой отец Давыд Михаил Дмитриевич родился 8 июля 1924 года в деревне Дворец, Волоскар-Руин Тульской области. В 1942-м, как только ему исполнилось 18 лет, он отправился на фронт. Всю войну он прошел под командой Жукова. Дошел до Берлина, войну закончил в Берлине. В 1989 году, то есть спустя 20 лет, его нашла медаль за отвагу. Те, кто не смог прийти на праздничный парад, могут быть спокойны. Дети, внуки, правнуки готовы заменить их в строю. В руках у них фотографии родных лиц Великой Победы, а в сердцах бесконечная благодарность и светлая память. «Поздравляем всех участников войны с 9 мая. Желаем им здоровья и долгих лет жизни. Спасибо им за все, что они сделали. Добрых лет им жизни и с праздником с 9 мая. Поздравляем!» «Мы сегодня принесли фотографию нашего прадедушки. Это прадедушка с папиной стороны. Наш прадедушка родился в многодетной семье. Он был самым младшим из всех детей. И когда он поженился, и буквально в этот год, в декабре, его призвали служить. Был он старшим сержантом. К счастью, он пришел не раненый. «Поздравляем всех ветеранов Победы. Поздравляем то, что они все-таки не отдали нашу Россию Берлину. И хотим пожелать, чтобы больше никогда не было войны». «Мы поздравляем всех-всех-всех с праздником Победы. Я и моя дочурка Валюша, мы ходим в детский сад номер 27 города Научебоксарска. И сегодня мы вместе со всеми в бессмертном полку. Наш дедушка, он воевал в Великую Отечественную войну. И поэтому мы вместе на параде. С праздником всех!» На сегодня в бессмертный полк Научебоксарска добавлено более 200 фотографий участников войны. Воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла публикуются на страницах газеты «Грани», которая и организовала эту акцию в городе Спутники. «С всего коллектива из Дальского дома «Грани» хотим поздравить всех людей, и всех ветеранов войны с Днем Победы, с 9 мая. Так здорово, что всех нас объединяет этот великий праздник. И мы сегодня вот решили выйти вместе с горожанами, с портретами своих дедов, чтобы пронести их портреты в колонии бессмертного полка в рамках парада Победы в Новочебоксарске. Хочется, чтобы войны никогда не было. Хочется мира». Бессмертный полк пройдет по улицам городов и сел России прямо в вечность. Пока живы мы, жива и память. А значит, в этом воинском формировании всегда будут бойцы. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика.